Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Привет, друзья! С вами Альмир Эджас и Казахстанская Медиа Академия. Как воспринимают нас окружающие, нас люди? Специалисты утверждают, что самыми важными способами являются вербальный и невербальный, то есть то, как мы говорим и как мы выглядим. В народе уже давно придумали поговорку «По одёжке встречают, по уму провожают». Чтобы нас всегда встречали и провожали хорошо, предлагаю прямо сейчас посетить мастер-классы Ирины Ажмухамедовой и Назиры Яркен. «Очень люблю своих клиентов, свою работу. То есть это работа не только с одеждой, с одеждой, одеванием, созданием прически, образа, визажа. Это ещё, помимо, это работа с личностями, как и сегодня, сейчас. Каждая личность перед тобой раскрывается, рассказывает о себе. И моя первая задача, моя первая миссия – это помочь раскрыть, расправить крылья, раскрыть творческие способности и талант каждого человека, то есть личности». Назира Яркен, хозяйка МИЧ-студии Назира Яркен, знает всё о красоте и стиле, помогает подчеркнуть свою индивидуальность и создать новый образ. Автор курса «Стиль медийной личности». А медийная личность – это, в первую очередь, ответственность. Правильно? На вас уже, да, на вас уже будут смотреть другие дети. Ваши школьники, братья, сёстры, одноклассники, на вас будут уже равняться, вас будут показывать по телевизору, вы раскручиваете свои инстаграмы. Темы, которые помогут раскрыть не только вашу, как медийную личность, но и в дальнейшем вам в жизни тоже поможет. Хорошо? Итак, первое содержание – это анатомия имиджа. Первая тема, которую мы будем раскрывать. Давайте ответим на вопрос. Что такое имидж? Не имидж, ну, такое, видео снимать. Вот, видите, у вас постоянно видеоблоги. Значит, у вас на страничке вы заведёте свои видеоблоги. Вы как оператор, видеоператор. Вот, пожалуйста, образы, которые я для вас приготовила. Образ короля. Какие ассоциации? Это одна учительница, да? Да, образ учительницы. Образ учительницы. Смотрите, как она создаётся. Образ голливудской светской львицы. Из чего состоит имидж? Из шести компонентов. Первое – это фактура. Ребят, фактура. Сейчас мы разберём. Второй компонент – это костюм. Третий компонент – это роль. Четвёртый компонент – это антураж. Пятый компонент – это стори. Имидж в социальных сетях. Это шестой. Представьте все вы, что вы все режиссёры. И вы хотите поставить театр, музыкальный театр «Красавица и чудовище». Да? Чтобы главной героиней, чтобы найти главную героиню для «Красавица Белль», вы, режиссёры, будете искать подходящую героиню, правильно? Какая она должна быть? Соревой. Модной. Модной. Она должна быть похожей. Похожей? Вот, молодец. Она самой сказки. Она светловолосая, хрупкая. Давайте по очереди. Скромная. Скромная. Ещё. Красивая. Должна быть стройной, красивой. Светловолосой. Ещё. Для каждой личности нужен имидж. Это помогает, правильно формированный имидж помогает создать правильную презентацию. Да? Устроиться на работу, пройти хорошее собеседование. Обязательно нужен имидж. Потому что в имидж, ещё раз, давайте повторим, какие компоненты имиджа включаются? Роль. Антураж. Антураж. Ещё? Эритори. То есть в вашей истории, да? У вас должны какие-то слухи уже быть. Аккаунты. Социальные сети. Социальные сети. Прежде чем покупать одежду и создавать гардероб, мы должны, в первую очередь, не на облом идти в магазин и покупать всё, что модно, а покупать то, что нам подходит. Подходит по нашему цветотипу, подходит по нашему силуэту. Стилисты давно ввели такое понятие, как базовый гардероб. Это вещи, которые должны быть в вашем шкафу, даже если вы не интересуетесь модой. Первая в списке базового гардероба – майка. С чем ты её одела? Покажи. Вот видите, какая она умная девочка? Войдём, вставай, покажи. Она сверху накинула тунику. Накинь тунику, как отсмотрится. Майка-алкоголичка – это универсальная вещь. Её можно и без трасс, конечно, желательно без трасс, но она вот такая стильная девочка. Сверху накинула тунику. Майку-алкоголичку можно носить с ботасами, с кроссовками, с джинсами. Очень стильный образ. Майки тоже должно быть две. Одна чёрная, одна белая. Белая рубашка. У кого есть? Все мы носим белые рубашки, правильно? Школа. Молодцы. А в деловом стиле это по-другому смотрится. У кого есть футболка с рукавами? У всех есть. Вот они все сидят. Это тоже базовый гардероб. Молодцы. Так, значит, в основополагающем стиле относятся четыре вида. Это классический, романтический, спортивный и кэжуэл стиль. Кто из наших преподавателей имеет безупречный стиль и фосс? Тут двух мнений быть не может. Уверена, что и наши телезрители согласятся со мной. Это наша очаровательная Ирина Ажмухамедова. У неё прекрасно всё. И платье, и манеры, и мысли, и слова. Ирина Ажмухамедова. Актриса кино. Преподаватель авторского курса актёрского мастерства в Казахстанской медиа-академии. Остановились. В шахматном порядке встали. И делаем хрустального человечка. Руки. Сейчас будут раскрываться, поэтому вы найдите себе местечко. Сначала сильно зажали плечи. Очень сильно, сильно, очень сильно зажали плечи. Теперь зажали до локтя их так же сильно. Сильно, сильно. Теперь вся рука зажалась. Кисть ещё не зажата. Теперь кисть зажата, руки, плечи всё вот так сильно. И сбросили. Своё тело почувствовали, да? Вот то, что я вам говорила, вчера руки раскрыть не можем, потому что стесняемся. Немножко детское упражнение. Пальцы свои чувствуете? В пальцах есть просто все то же окончание, которые связаны с головой, с мозгом. Муха, на стекле! Раз, поймали! И сполз котик. А теперь котик ленивый. Ленивый, расслабленный. И совершенно в расслабленный полый сосуд будет постепенно заходить в содержание, да? Не будем бояться. Поймали ноги! Да, вступнули по стеклу. Разрешили себе. То есть разрешаем делать себе, захотелось крикнуть, кричим. Да? То есть давайте попробуем просто так расслабляйтесь полностью. Спим, да? Как бы спите, да. Но вот расслабление рук, тела, головы, шеи. Единственное, что не упасть. Единственное, что нас держит, не упасть. Но это и есть в его родоконтроле. Все равно балуемся, все равно играем, да? А вы попробуйте их разбудить, а вы не просыпаетесь. А для луны. Побудите их, да. Будет напряжена, да, чувствуешь? Напряжена, совсем не разрешается. Единственное, только руки. Да, повисла, голова. Все. Гениально, скажешь. Просто гениально. Молодец. Конкуренция бешеная. Все хотят в телевизор зачем-то. Но все хотят быть яркими, узнаваемыми, богатыми, известными. Сегодня нужно что-то все-таки креативное. Но я вам могу сказать, что самый главный креатив, самая большая ценность – это вы сами. Лилось шампанское рекой, и ты, смеясь, блестел глазами, и в танце страсти неземной. Весь небосвод кружился с нами, кружила солнце и луна. Их светопляшущие блики, как отплески о счастье сна, сердец раскрыли в нас улыбки. Не надо опять-таки искать, что у них. Но раскачиваться просто так. Не надо. А я раскачивалась? Да, вы не замечаете. А есть ли силы что-то изменить, принять судьбе иное направление, и новый путь под ноги положить, и новый шаг приблизить к совершению? А есть ли силы что-то перенять, чему-то вновь довериться, открыться, и осознать, что некому пенять, и на себя лишь можно положиться, преодолеть ленивую тоску, ведь вниз смотреть и проще, и привычней? А есть ли силы вспомнить высоту и взгляд поднять за звонкой песни птичьей? Мне очень понравилось решение в камеру. Ты это сделала аккуратно, ты это сделала органично. Единственное, уже когда начала туда говорить, до конца этой фразы, до последнего слова, тогда уже делай этот поворот вместе с текстом. У вас есть какая-то степень глубины и серьезности, которую очень многие актрисы ищут, но не могут найти. А, как правило, с таким характером в нашей сфере мало оказывается людей. И вот эта вот какая-то глубина, такая доминанта, знаете, вот она интересна, вообще уже сама по себе есть. И вот это содержание вам и как ведущей пригодится, и как читающей поэзию. Рождалась лунная заря, хрустальным светом тьма искрилась, и я судьбу благодаря в твои желания воплотилась. Я разлюбила, но не умерла, а возродилась к жизни полноценной, судьбе своей я истину нашла, исполнившись надеждой драгоценной. Внутренняя свобода, которая позволяет вам, даже если надо упасть прямо резко, выскочить из кадра, бог с ним, но это когда надо, это раз. Во-вторых, это нужно сделать, договорившись, ну, я не знаю, с режиссером, с оператором, с партнером, чтобы знать направление этого движения. Как сохранить свободу? Как обрести душевное равновесие? Как создать собственный имидж, гармоничный внутренним ощущениям и требованиям времени? Вопросов много, но если есть вопросы, то и ответы не заставят себя долго ждать. С вами была Альмира Джаз и Казахстанская медиа-академия. Приходите к нам, у нас вопросы превращаются в ответы, а мечты в реальность. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова